Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 сентября. Несмотря на то, что у нас уже холодно осень, продолжается дегустация моих плодов. Сегодня у меня на столе несколько сортов, которые раздвоенные. Раздвоенные это как? Я вот только что рассказывала о Золотое сердце Америки, номер в моем каталоге 356, что мне пришлось даже разделить на Золотое сердце Америки 1 и Золотое сердце Америки 2. И когда я начала более углубляться, изучать информацию об этих сортах, оказалось, что они оба существуют в нашем пространстве, в интернете. И продажа у продавцов редких коллекционных сортов, продажа и первого, и второго сорта есть. И я рассказывала разницу. Вот одно Золотое сердце Америки, оно вот такое, желтое, и при созревании вот такая розовая шапочка вверху, а кругло-сердцевидное, то есть оно стремится к сердцевидному, но немножко тупой вот этот тут срезанный вот кончик сердца. А Золотое сердце Америки 2, оно более выраженный, такой ярко-оранжевый цвет и более выраженная сердцевидная форма. Вот последние мы сняли от вчерашнего, от позавчерашнего сбора, вчера все разрезали, я два оставила, просто показать на образец. Некоторые вот прям остроносенькие-остроносенькие и по форме похожие на клубнику немецкую оранжевую. Но все-таки это Золотое сердце Америки, и если мы посмотрим в интернете по фотографиям, какие люди выкладывают, многие Золотое сердце Америки выращивают именно вот такое. Такое остроносое, такое оранжевое. Я уже сейчас не пойду показывать вам в интернете фотографии, посмотрите предыдущий видеоролик о Золотом сердце Америки под номером 356. Там я все подробно показала, и что есть вот такие, и что есть вот такие. И оба они полноценно существуют на рынке и в наших огородах. Вот номер 596 я сейчас разрежу, но скажу сразу, что это, конечно, последние плоды. Перед этим я уже разрезала и уже пробовала, и ясно, что эти плоды ярко-оранжевые. Они, конечно, сладкие. Единственный недостаток у этих сортов, у них почти нет семян. Вы видите, одно сплошное мясо, я сейчас отломлю чуть-чуть, попробую. Конечно, мясистые. Сейчас, подождите, миленькую. Вот, чтобы время не ваше терять, я его разрезала на кусочки. Видно, что мякоть такая, как плотненькая и, конечно... Но про вкус этого томата даже никто спорить не будет, что вот такие вот оранжевые томаты, они почти все вкусные и сладкие. И одна зрительница, когда я прочитала комментарии, она говорит, я никогда не могу в своем огороде вырастить такие сладкие плоды. Конечно, есть генетическая предрасположенность томатов к содержанию повышенному сахара, но еще зависит от сбалансированности почвы. И когда мы добавляем, например, когда мы читаем в статьях, что нужно делать подкормки фосфоросодержащие для того, чтобы сладость придать плодам, это, наверное, не пустой звук. Тот, кто удобряет, делает вовремя, вот, вносит суперфосфат, делает вовремя фосфоросодержащие подкормки, те отмечают, что сладость у плодов, она приходит в норму. Потому что бывает, что томат и хотел бы быть сладким, но ему нечего взять из нашей земли. Есть бедные грунты, которые вообще там ничего нет. Или по много лет, вот как у нас огород, с 1905 года, вот здесь выращивается на моем месте, где я его выращиваю. Представьте, с 1905 года здесь люди год за годом выращивают свои овощи. Конечно, если не вносить удобрения, там уже нет ничего, но вкусный. Все разотрало, весь ее томат. Вот это золотое сердце Америки, номер 2, у меня он под номером 596. Последние плоды, это, конечно, не показатель, но все равно, даже последние плоды, которые уже на самой верхушечке были, они все вызрели, они сладкие, вкусные. Вот кто хочет разницы между ними, вот золотое сердце Америки, которое вот это, у него более крупные плоды, он прям, ну томатогиганты висят. А вот это, оно вроде как декоративнее, красивее на внешний вид. Висят такие вот, как сердечки, яркие, желто-оранжевые, но они все равно меньше. Про них указано 200-400 граммов, а этот может быть и 500, и 600. Это уже проверено на себе. Какое золотое сердце Америки вам понравится и какое выбрать вам, это, конечно, каждый решает сам. Я просто рассказала, что есть два сорта, и они оба полноценно существуют. Оба хорошие, и этот, и этот. Вот этот, мне даже кажется, он более сочный. Смотрите, сколько он соку дал. Он прям сочный такой. Ой, пахнет томатами, сочный, ароматный, вкусный. Мне вот больше нравится вот такой, но на вкус от цвета товарищей нет. Потому что я люблю все большое, я люблю большие томаты, только поэтому у меня, я и говорю, что сильно томатами черри не увлекаюсь. И вот эти вот мелкие высаживаю всегда, вот такие вот мелкие высаживаю сюда поздно-поздно, только преимущественно для хранения и для консервации. Все, до свидания, золотое сердце Америки. Посмотрели, покушали. Прекрасный томат.